Всем привет, друзья! У нас очередной видос, и на этот раз мы будем не играть, а смотреть одну из крутейших игр недавнего турнира, где участвовал я, играл в финал против Татоха. Думаю, все это смотрели, сильно рассказывать не буду, сразу скажу, здесь будут спойлеры и так далее. Поэтому просто приступаем к игре, и давайте смотреть крутую игру со стороны. Погнали! Так, делаю себя меньше, залетаем в игру, запускаемся, погнали! Смотреть будем, особенно старт на x2, старт с 9 крестами, всё, поэтому довольно быстро. Играем мы в финале счет, к этому моменту в матче 3-2 в пользу Татоха. Играем до 4 побед, то есть вполне это может быть решающе здесь. Олень сорвался, карта сложная, билдордеры важные, Фриджит Лейк в середине озера, куча рыбы. Короче, всё клёво. Я думаю, что для тех, кто часто смотрел карту матча в довольно частых, Мер и Итальянцы. Итальянцы часто пикаются здесь примерно в конце. Мер это вообще первый пик моего оппонента в драфте, поэтому всё довольно серьёзно. И основная фишка здесь в том, что Хмер одна из самых быстрых цивилизаций на этой карте. Потому что здесь хочется много дерева тратить на ранней стадии, плюс здесь фермы под ТЦ сеять нельзя. То есть вот на вот этой вот территории нельзя засеять фермы. Поэтому, ну, у большинства цивилизаций есть с этим проблемы. В то время как Хмер может сеять фермы там, где захочет, они будут очень активно работать. Это даёт очень большой буст. Плюс им не нужно строить барак, то есть они сразу могут построить стрельбище в феодальной эпохе. Ну и, соответственно, это выигрывает М175 лес на ранней стадии, плюс время, плюс тайминг. Из-за этого они могут, в принципе, игнорировать центр и сильно не драться за него. Это, собственно, то, что и планируют делать здесь Даток. Скаутом я здесь пробежал, вижу, что нет рыбацких лодок. Понятно, что сильно вкладываться в центр он не будет. Поэтому, в свою очередь, сделал две рыбацких. Это немножко жадно. Часто здесь играю через одну и делаю простой защитный билдордер. Да, здесь овечка. Я, конечно, жадничал, развернул здесь, чтобы увидеть, какие стены лучше построить. Но Даток в итоге ее перехватывает и здесь идеально прячет. Конечно, овечки и, в целом, ресурсы здесь очень важны. Собственно, это одна из причин, почему оба игрока здесь почти в центре карты приманивали оленей. Потому что, ну, каждая единичка еды здесь очень важна для исполнения билдордера качественно. Да, здесь начинает он скаутом чуть-чуть меня разминать. Правда, теряет хп, что плохо для него. Переходит в феодальную эпоху раньше, чем я. И сразу заказывает демо. Интересное решение. Совсем я не ожидал здесь от него какого-то демолейшена. Возможно, вот здесь я ошибся, нужно было скаутом, наверное, драться с его скаутом. Да, вот здесь интересный момент. То есть, он, по сути, своим демо зонит моего скаута. Не хочется же его терять, да? Но здесь нужно было не выпендриваться, потому что, в итоге, рыбацкую я здесь потеряю. Надо было рыбацкие, конечно, отправить на центр. Но мне кажется, что здесь размен скаутов демо в целом меня должен устраивать. Хотя, ну, не точно. Да, в итоге обе рыбацкие удается вот Атоха мне забрать. Очень классный мув с его стороны. И начинает внутрь заказывать фаера. При этом стоит уже стрельбище, делает лучников. Но, в целом, это читается здесь. Поэтому ставлю я вышечку спереди, не сзади. Чтобы не было возможности у Атоха прийти и свою вышку поставить. Вышечка спереди, чтобы по-любому защитить голду. У скаута моего больше хп, все-таки, я решил там не терять, не разменивать. И вот здесь, конечно, косяк. Заказываю два фаера, и сразу идет рыбацкая лодка. Возможно, нужно было заказать третий. Но здесь, после первого демо, я совсем не ожидал, что Таток захочет в воду играть. И вот здесь, конечно, косяк. Забавит он мне здесь крестом. Док у него стоит плохо, потому что нету здесь позиции для креста, с которой я не могу его атаковать. И начинает потихонечку меня разминать. Задавил я здесь глубоко. Этим фаером уже не выплать, поэтому приходится здесь драться. Минус фаер на ровном месте. Еще и скаута потерял без размена. Микроуправление, конечно, здесь для меня сложилось очень и очень плохо. Здесь еще и только-только вывел креста на форвард, чтобы починить этот фаер, чтобы выиграть здесь время и так далее. Только-только вышла рыбацкая, и в итоге фаер падает. Чуть-чуть не хватает до того, чтобы вышел второй. Плюс лучники забирают креста. В общем, раннюю стадию Таток отыграл просто шедеврально. Правда, на данный момент у него всего три фермы. Я тем временем засеял уже восемь. То есть билдордер выглядит как будто лучше для меня. Таток еще и топор здесь скипнул. То есть только сейчас его заказывает. Как раз, когда я сказал, поздновато это. То есть он много дерева в целом на этом потерял. Ну и плюс он играет в одну лицепилку, в то время как я играю в две. И мне кажется, что в целом билдордер был исполнен в этой игре для меня не хуже. Если бы я здесь поудачнее его контролировал, не могу сказать, что я прямо ошибся с фаерами. Ну потому что совсем неожиданно было там иметь два, но нужно было сыграть с Ивови. Не бежать в этого креста. Может быть скаутом его как-то поразводить. Фаерами быть готовым отступать. Дождаться третьего, какой-то демос. Да, вот здесь неплохо взорвался демос. В целом все получилось здорово. Кроме того момента, что, конечно, оба фаера я здесь не добил. Плюс еще и демосом взрывает мой фаер. Остаются два полуживых, но у меня уже плывет демос. Здесь, естественно, зайти у него не получится. Хотя, кстати, даже доделал он стрелу. Здесь Тато, конечно, проконтролил. Не потерял вила, но потерял два фаера все-таки. Не сильно это спасло, что он там засейвил. И по итогу у нас обоих примерно одинаковый. Айдл ТЦ, при этом я полностью закрыт. Татох еще не закрылся. У него, конечно, больше ферм, чем у меня. Одиннадцать против девяти ферм. Плюс это мерзкие, очень сильные фермы в такой игре. Но, несмотря на это, я нажимаю переход в замковую эпоху раньше, чем он. В целом, меня устраивает. Мне нравится, как в этой игре я построил экономику. Плюс Татох здесь еще маркет построил. Он уже сто камней продал. То есть он тут довольно сильно на маркете играется. Плюс, ну, виллы здесь очень невыгодно добывают лес. Даже с учетом того, что у меня здесь дамажил. У меня экономика намного лучше работает. Приходит он здесь с лучниками к доку. Соответственно, хорошо его здесь отмикривают. Три лучника взамен на одного. Все в целом качественно. Ну, и здесь, собственно, начинаются какие-то позитивные для меня вещи. Во-первых, первое это то, что я убил его лучников. Второе это то, что я раньше перехожу. То, что у меня лучшая экономика. Что я это сделал без маркета. И также начинаем потихонечку использовать дальше преимущества итальянца. Во-первых, заказываются файеры в доке апнутые. Соответственно, ап у меня дешевый. Здесь статок, конечно, меня прогоняет. Совсем мне тут не хватает на апгрейды. Приходится делать голдмайнинг апгрейд. Надо было сделать его, конечно, раньше на добычу голды. Тогда вполне вероятно, мне здесь хватило бы на нон-стоп лучников. Хватило бы на то, чтобы какие-то апгрейды доделать. Но не хватает. И на камень я поздновато вышел. То есть у меня много леса. Заюзать его не могу. Решил я все-таки построю здесь университет. А, и здесь я проглядел. Он только что взорвал демосом где-то три файера. Очень классно этот демос тут сработал. Собственно, благодаря нему он заставляет, по сути, меня здесь еще лишних два-три файера делать. Начинают здесь лучники как-то просто наваливать по полисаду. Таток, в свою очередь, скаутом пока что разведал все, что у него есть. Плюс один крест. Хому-то, кстати, у него нет. Тоже косяк. И у меня здесь заказывается баллистика. Возможно, я здесь далековато убежал. Но из-за разницы в том, что у него есть вторая атака. А у меня второй атаки и дальности нет. Хотя, наверное, здесь нужно было все-таки разворачиваться. И пытаться идти в размен с этими лучниками. То есть, ну, не придумывать. Не пытаться здесь как-то забежать. Найти какие-то слабые точки. В целом, это было предсказуемо, что Таток полностью закрыт. Тем временем Таток добавляет уже третий городской центр. Сейчас их мерзкая экономика будет просто улетать в космос. Вот. Потому что ферм будет все больше. Фермы работают очень сильно. Ферма одна из самых основных сейчас источников ресурса. Здесь, конечно, тупая потеря вела. И в этот момент смотрел туда. Ну, просто думал спрятать последний момент. Но в итоге спрятал слишком поздно. Да, тем временем есть у меня здесь уже баллистика. Но при этом не хватает апгрейда на дальности атак лучников. Но, собственно, вот в таких вот микроуправлениях можно играть без этого апгрейда. Таток, наверное, здесь, если бы он прочекал, что у меня нет апгрейда, нужно было как-то в меня бежать. То есть, как-то сближаться со мной. Но он этого не сделал. В итоге проигрывает файт лучниками. Понимает, наверное, что есть вероятность, что лучников у меня будет больше. Поэтому добавляет осадку. И будет делать скорпионов, в которых на единичку ренжи больше. В целом, очень сильный апгрейд. Очень приятно с ним играть. Тем временем, по фермам, кстати, у меня даже чуть-чуть больше, чем у Тату. Было в какой-то момент. Сейчас где-то три фермы потерялись. Не знаю, что это были за кресты на еде. Но в итоге по фермам, по инкаму, или мы пока идем одинаково. Плюс у Татоха нету. Хома-то как раз, опять только я замечаю, экономический апгрейд. Сразу он его добавляет. Я, в свою очередь, тоже добавляю следующий экономический апгрейд. То есть, экономика у нас будет равна. Оба без тачки. Оба со второй пилой и с первым апгрейдом на фермочке. Ну и в целом, пока что оба игрока бумят. Давайте немножко поговорим про матчап. Одна из фишек, наверное, поздней стадии итальянца. Это в том, что у них есть генуэзские лучники. Это уникальный лучник в замке. Который, ой, кстати, Таток здесь даже второй док построил. Уже заказывает больше плод. В игре почему-то мне казалось, что не будет драться за воду. Наверное, потому что он рано апгрейд не сделал. Ну а лучников здесь забрал. Здесь меня прогнал скорпион. Так вот, генуэзские лучники. Они являются, по сути, контрой. Контрой всей кавалерии. Ахмера это прежде всего кавалерийская цивилизация. У них сильные слоны, сильные баллисты, элефант. Ну, собственно, тоже слоны. У них сильные гусары, классный инкам по идее. Они играют, играют, играют. Да, у них есть фуловые скирмы, но у итальянца есть ответ на этих обычных скирмов. Это, по сути, пушки. То есть, у итальянца дешевле пороховые юниты, в том числе пушки. Есть свои гусары. То есть, комбинация гусара плюс генуэзские лучники намного сильнее, чем гусары плюс скирмы. Поэтому, по сути, к меру, здесь в каком-то смысле нечем воевать в имперской эпохе. Ну, у Таток сейчас огромное преимущество. Он контролит мид. Это дает ему очень большой контроль пространства. Плюс дает ему реликвии в какой-то момент времени. Плюс у него есть скорпионы. И Таток, кстати, решает в этой игре, что будет делать много скорпов. То есть, заказывает в одну осадку здесь скорпионов. Планирует контролировать карту. Большую часть карты. И, собственно, достраивает конюшни и уже заказывает коней. Делает плюс два армора. У него есть первая тачка. А я нажимаю имперскую эпоху. То есть, наоборот, здесь слегка халявлю. Здесь у меня было ощущение, что там должны быть либо кони, либо должно быть большое количество скорпионов. Поэтому здесь в виде скорпов я просто решаю отступить. Мне кажется, правильное решение. Но, все-таки здесь, да, и только-только доделывается вторая атака. Но не хватает пока что брони на лучников. Здесь, кстати, спасает креста. Делает еще и галеоны, которые очень классно помогают здесь контролировать карту. Видите, именно за счет воды он из центра начинает строиться. То есть, именно из центра начинает добавлять строение. Здесь, конечно, без брони лучники еще так встали. Вы посмотрите, как хп просто тает от этих скорпионов. Скорпион еще с плюс один рейнджой. Боже, лучники вообще здесь без размена. Смогли забрать только одного коня. Приходится здесь сразу заказывать замок. Потому что этот ТЦ, конечно, ни в коем случае не хочется отдавать. Заказывается замок. В целом, по замкам у меня уже все неплохо. Какие-то генуэзцы уже в этом замке наспамлены. Этот замок, скорее всего, достроится. Теряет у нас здесь несколько коней. Плюс, что важно, монак сконвертил коня. Этот конь теперь может забрать здесь несколько скорпионов. А именно, забирает двух. Мог я его тут и сохранить, наверное, если бы получше проконтролил. Но Татох, тем временем, наспамил уже большую пачку коней. Он до сих пор не нажал переход в имперскую эпоху. У него, конечно, 41 ферма. Посмотрите, еда просто очень круто капает. Но здесь приходят уже с баллистикой, с хорошими апгрейдами на атаку генуэзцы, которые разваливают коней. Начинают стрелять здесь. Как мне кажется, очень важный и хороший квиквол получился. То есть, этот рейд мог здесь мне огромный дэмэдж экономики нанести. Но в итоге там универ, здесь какая-то вторая кузница. И что-то кони никакого дэмэджа здесь нанести не смогли. Кристиан практически не убили. Иго, дэв, конечно, у меня высокий. Но это все-таки, мне кажется, за более раннюю стадию. Хотя, может быть, и сейчас коняшками здесь подрейдил. Я не обратил внимания. Но тем временем, даже несмотря на то, что у меня на 30 Кристиан меньше, на то, чтобы делать очень сильную армию, мне здесь хватает. Здесь почти без размены эта кавалерия погибает. То есть, в целом, это эквивалентно тому, что я потерял лучников внизу. Но у Татоха все еще сильнее экономика. Он начинает достраивать стрельбище. Будет делать скорпионов, которых он же намасил здесь сильно. Будет делать скирмов. Он доделывает огромное количество различных апгрейдов. У меня, кстати, экономические апы тоже ничего. Четвертый ТЦ уже стоит. И в целом, такая полосочка из замков. Да, замки ТЦ, замки ТЦ, замки ТЦ. Больше всего в этой игре я переживал на то, что меня именно зарейдят. То есть, не боялся я каких-то прямых столкновений. Потому что, как я уже говорил, лучники у меня очень сильные. Лучники плюс гусары. Отличная композиция. Плюс я не опаздываю здесь с гусарами. Начинаю вовремя их добавлять. Все-таки 40 ферм у меня тоже имеется. Блин, это столько же, сколько и у Тату по фермам. То есть, мне кажется, что в этой игре он чуть-чуть не досел в ферм. Не доделал экономику. Хотя сейчас, конечно, его экономика выглядит очень сбалансированно. Очень здорово он юзает ресурсы. Да, добывает он здесь халявный камень. Пытался здесь как-то пробежать, порейдить его. Параллельно доделываю пока что все апгрейды. Уже есть химия. То есть, уже можно заказывать пушки. И, собственно, раньше я видел здесь большую пачку Скорпионов, которых Тату хапнул. И, в целом, было expected, что он будет делать Скорпов. Один из... Да, ну, я, конечно, те, кто часто следят за моими каналами, я хейтер Скорпионов. Мне кажется, это очень плохой юнит. Особенно в имперской эпохе. В замках, понятно, они иногда имеют смысл. Но в имперской эпохе Скорпы это просто мусор. И один из лучших контр-юнитов Скорпионом, если не лучший, это, конечно, бомбарды. Потому что бомбарды наносят сплэш-дэмэдж. А Скорпы любят, когда их много. Скорпы любят, когда они стоят все вместе в одной позиции, потому что наносят дэмэдж именно по площади. И бомбарды в таких ситуациях просто идеально их разваливают. Поэтому, безусловно, здесь я был немножко рад, что он делает Скорпов. Они, например, Баллисты и Элефант. Мне кажется, Баллисты и Элефант могли вполне меня здесь вынести. Даже несмотря на то, что карта открытая. Потому что время у Татока выйти в них, безусловно, было. Потому что генойский лучник тоже не самый быстрый юнит для того, чтобы выйти. И здесь начинается размен. Таток уже четырьмя требушетами ломает мой замок. Планирует здесь заходить на мою базу. Ломает мне ТЦ. Хорошо, что я выжрал здесь практически все золото уже. В это время я пушками ломаю замок, который находится на горочке у Тато. И что важно, что Тато здесь пушит сразу в середину моей базы. Как я и говорил, у меня полосочка и вся моя база расположена. Поэтому очень легко пробить какую-то часть. И сразу забежать в большое количество ферм, большое количество экономики. В то время как я, если сломаю этот замок, по сути, ни до какой экономики не доберусь. Потому что она находится намного глубже, намного дальше. И, собственно, Татоху намного легче переносить его фермы здесь. Тем временем, все-таки пушек у меня много. Пушки мобильнее, чем треба. Таток забирается здесь ко мне на базу. Удается мне увезти здесь крестьян. Не то, чтобы я много велов здесь потерял. Большую часть экономики я перевел. Плюс вот этот замок защищает здесь огромное количество лесорубов. 40 крестьян у меня там. Практически треть экономики. И здесь пушки начинают наваливать по скорпионам. Соответственно, здесь я сломал замок. Решаю вернуться и отбить свою базу. Потому что все-таки прямые файты намного лучше для меня. И посмотрите, с скорпионов здесь было много. Пушки только подъехали. До этого одной пушкой я практически всех скорпов здесь забрал. И, собственно, пуш от Тато здесь легко отбивается. Да, он пропушил большую часть базы мне. Но, во-первых, у меня уже больше крестьян. Во-вторых, да, Татох начинает достраивать конюшни. Делает даже лидный пушный галеон. Планирует он здесь с воды ломать этот замок. И это правильно. Но, с другой стороны, этот замок от меня здесь не ошибка. Потому что он дает мне время на то, чтобы я надобывал вот это золото. То есть, это своего рода размен такой камня в золото. Плюс я заставляю его вложиться в воду. Элитный пушный галеон начинает издалека здесь наваливать. Конечно, очень мощно. Но прямо сейчас Татох не может выиграть столкновение против меня. Потому что здесь гусары забегают. Но здесь замок ТЦ. Генуэзсы стоят. Здесь еще, посмотрите, на этого Генуэзса в осадке стоит, наваливает. Ну и здесь, соответственно, не самый лучший файт для меня. Потому что нету армора. У итальянцев также есть уникальный апп на то, чтобы добавить армора. Армора лучником. Но его здесь не хватает. Большое количество пушек. Жалко, что лучники погибли. И здесь очень хочется спасти этот замок. Но пушки едут не в том направлении. Чуть-чуть я не успеваю. Надо было, конечно, сразу ехать в эти требы. Плюс они еще оплывают с верхней части карты. Конечно, очень неудачно здесь законтролил. Мне кажется, вполне я мог выиграть здесь время на этом замке. Потому что пушные галеоны уже погибли все. Требы я вот-вот только-только доломал. То есть, был у меня шанс здесь спасти замок. И если получилось, конечно, было бы очень классная позиция. Таток бы здесь сильно больше бы вложился. Но из плюсов, что у Татоку уже фуловые гусары. У меня доделываются апгрейды налушников. Делаю я уникальный армор. Скоро закажу апгрейды в кузнице, которых мне не достает. Плюс здесь он теряет свой требушет. И в целом, даже несмотря на то, что мои гусары как-то хуже проапгрейджены. Армия-то у меня сейчас лучше. То есть, Татоку совсем нечем убивать генуэзских арморчиков. Потому что замков у Татока мало. Только сейчас достраивает второй. Сделать уникальных болезнь с Телефант он не может. А Скорпионы банально не работают. Также, если он сделает большое количество скирмов за счет скидок на пушки, я могу сделать большое количество пушек. Ну и плюс скирмы совсем не дамажат гусар. То есть, если мы воюем гусара плюс лучники против скирмов и лучников. Скирмов и гусар, то лучники плюс гусары выигрывают. Потому что... Ну, вы поняли. Короче, это выгоднее. Понятно, что моя комбо стоит золота. Но пока есть золото, я намного сильнее. Ну и как вы видите, в целом запас по голде у меня тоже имеется. Плюс еще есть, где его добыть. Есть, какие ресурсы продать. Замок здесь моментально падает от пяти пушек. У Тату новая пачка Скорпов. Но она совсем здесь ничем не защищается. И посмотрите, как пушки наваливают по этим Скорпам. Просто без шансов. Все практически Скорпионы здесь попадали. Осталось всего пять штучек. Конечно, понятно, что доделывает он больше их. И что важно, что сильно зарейдить он мне не может. Здесь достроил еще один замок в этой слабой моей позиции, которую он подпушил. Где у меня большое количество фермы. По сути, прямо сейчас у Тату нет никаких шансов продамажить мою экономику по идее. И драться здесь он тоже не может. Потому что скирмов на данный момент нет. Очень большое количество стрельбищ он потерял здесь. То есть нужно переносить экономику. Строить большое количество городских центров он снизу. Но он теряет ПЦшки быстрее, чем строит их. Скорпы вроде здесь подъезжают. Дают парочку тысяч по... Парочку тычек по арбалетчикам. Но забрать их не удается. И пушки, собственно, за свободное время просто забирают этих Скорпионов. Намного выгоднее файт для меня. Плюс большое количество крестьян застеряет Тату. У него уже всего 34 фермы против 57 ферм от меня. И Дахмер, конечно, быстрее добывает еду с ферм. Но все-таки, когда он теряет намного больше юнитов. И когда его крестьяне ходят. Плюс у него меньшее количество ферм. Это, безусловно, не в плюс для него. Плюс уже большое количество гусар спамится от меня. Большое количество запас золота. И этот файт он все еще не может выиграть. Пушки здесь просто бессмертные. И одно из основных преимуществ Тату было так же, как и в первой игре. Которую он выиграл чисто за счет реликвий. Так же и в этой игре у него 4 реликвий. Есть у меня шанс проиграть эту игру. Просто потому, что у него в какой-то момент будет бесконечное золото. А у меня, когда закончится золото, юниты будут слабее, чем у него. Поэтому очень важно здесь выбить релики. Именно это я здесь и сделал. У Тату не получается их здесь утащить. И он теряет огромную часть базы. Плюс выходит в эту часть карты. Хочется здесь засеять большое количество ферм. Хочется, чтобы вот это все было фермами. Но и с этой стороны я уже идеально рейдж гусарами. Заток идет здесь контратаку. Требушет защищается здесь кораблями. Плюс посмотрите, сколько золота он здесь от меня отжал. 1445 голды. Плюс сломал просто все строения на берегу. То есть очень сильно здесь окупаются эти корабли. Плюс сложно с дотеканием. Большое количество дотекания, которое бежит наверх здесь умирает. И собственно я не могу быстро гусар сюда доставить в эту точку. Это тоже важно. Потому что были бы здесь гусары, я мог бы здесь наглее дальше пушить пушками. Но сейчас я этого сделать не могу. Потому что гусары банально просто не могут туда добежать. Нужно контролить как-то в обход. Но собственно понимаю я, что если он нападет на меня здесь, он выиграет. Поэтому стараюсь атаковать во всех других точках. И у Татоха тупо не хватает времени. Здесь маленькая пачка, его можно даже гусарами убить. Но у него просто не хватает момента. Нет времени на то, чтобы напасть в эту часть карты. Потому что ему все время приходится защищать здесь. Приходится защищать свою новую экономику, свою новую базу. Да, корабли здесь конечно остались. Понятно, носят большой урон. И Татох сдается на час 0-2 игры. Начинаю здесь потихонечку уже тырить реликвии. Уже первый релик. Сейчас пойду за вторым. Плюс армию он здесь в итоге у меня так и не забрал. То есть все вот эти золотые юниты выжили. Три пушки выжили. Генуэзцы выжили. И здесь уже подбегают гусары. Мне кажется к моменту, когда сюда подходит гусар, у Татоха уже нету шанса там как-то отбиться. Ну и плюс я уже готовлю пуш с левой части карты. Заказываю здесь ап на тараны. Уже готов. Делаю тараны, чтобы снести все вот эти вот конюшни. И здесь идут генуэзцы, которые если встанут где-то вот в эту вот позицию, то у Татоха не будет шанса меня там отбить, если у меня будет хорошее додикание гусар. Ну и все-таки в конечном итоге в какой-то момент времени я могу здесь и кораблей эти гусарами убить. Это тоже не такая уж и большая проблема. В итоге вот такая получилась игра. Камбэчная. Счет был 3-1 в пользу Тато. Но в итоге забрала две катки и перешел в финальную карту финала. Для тех, кто не видел финал, может быть вам будет интересно его посмотреть. Поэтому не буду спойлерить последнюю карту. Если кто захочет, можете посмотреть, как на стриме у меня в записи трансляции, так и где-то еще. Ну и надеюсь, что разбор этой игры вам понравился. Лично мне кажется, что это была одна из лучших карт вообще. Одна из лучших карт, наверное, в этом финале. Вот, очень клево она зашла. Вообще игры были феноменальные. Но конкретно это, может быть, если даже на видосе вам не показалось, что я камбэкнул из очень тяжелой ситуации. В игре это выглядело очень тяжело. То есть, на мой взгляд, ситуация у Тато была намного лучше. Или, по крайней мере, должна была быть намного лучше. Поэтому такая получилась игра, ребят. Надеюсь, что вы кайфанули с просмотра. Всем большое спасибо. Не забывайте делиться вашим мнением в комментариях. Ставить лайки, подписываться на канал. И, конечно же, жду вас на следующем видео. Всем спасибо. Пока. Пока.